Тойся! Налево! Нашу песню запевай! А мы, летчики-пилоты! Моряки, летчики, юноармейцы выходят под строевую песню своего войска, а командует парадом рядовой Ваня Стариков. Друзья, шагай, песни поют! Раз, два, лево! Слезы готовы? Да! Летчики взлетают и освобождают место для разогрева морякам. Пляшут, пляшут морячки, пляшут в степно-дивах. А в засаде музыкальный руководитель Ольга Прокопенко проживает за шкалятами каждое движение. А им нужно просто четко повторять. Выпускники детсада, уже школьники и юноармейцы, пришли показать приемы самообороны. Ребят, ну кто хочет так научиться, как мы делаем? Я! Научились защищаться, можно и повоевать. Окопались мягкими подушками и устроили сражение. Командование взяли на себя школьники. Готовимся! Стреляем! Я защищаю свою бабу. Юные солдаты знают, кто такие защитники Отечества. А самое главное, понимают, кого защищать. Я могу защищать маму. Воспитание любви к близкому, к детскому саду, к любимому городу нашему, азову и к великой нашей стране, к родине. На войне, пусть и импровизированной, не обойтись без потерь. И летчик Паша Бандура тяжело переживает порчу мундира. Спасибо, что бакон отрывали! Мы еще решили устроить музыкальный батл, где дети тоже своего рода посоременуются только в музыкальной форме. Людчики могут показать высший пилотаж не только в небе, но и на ковре, танцуя брейк-данс. А девочки-морячки ждут приглашения на танец. Особенно старалась поразить пилота своим танцевальным мастерством Полина Алексеенко. Но девчонок оказалось больше, пара досталась не каждой. И все же 23 февраля не просто дата, и защитник для девочки обязательно найдется. Да не расстраивайся, моя девочка. Тебя все равно еще пригласят на танец. Я тебе обязательно приглашу на танец. Да, и вы красиво станцуете. Я знаю, что вы пара хорошая. Олеся Сынекот, Агир Фатаков, Дон-24, Азов.